всех приветствую привез вчера вот такую машину состояние я вам скажу ну почти новое так скажем единственный минус кто-то с какой-то цель удалил подсветку ну и ладно у меня на электроприводе которые буду ставить тут и вывода нет без подсветки будет ну а так она несмотря на почтенный возраст а возраст я сейчас покажу как у нее 1976 год то есть без малого полтинник класс 116 чайка 3 чем они отличаются от последующих во первых вот как мы видим чугун это тоже чугун весит она килограмма чуть что-то на 4 что ли больше чем последующие чайки регулятор тут отличный металлический стакан многооборотный но как на двое чайки пмз регулятор тоже реверс регулятор строчки тоже надежнее чем у последующих что тут еще рамка тоже тут чугунная последующих алюминий даже взять лапку лапка здесь отличается лапка более качественная она другая скажем так нежели у последующих даже вот инструкция на отличной мелованной бумаги может быть даже какой-нибудь финской не на финская белее вот еще у этой машины есть такое отличие от последующих так это мы ищем сейчас я скажу получение дополнительных рисунков пункт 716 я как-то видео снимал и там даже по моему две строчки интересные получались ставим максимально на пятерку и вот таким образом то есть вот я сфиксируется между единицей и пятеркой будет другая совсем строчки между пятеркой и четверкой между четверкой тройкой и вот так то есть будет не пять видов а 9 наверно или 10 раз два три 4 5 10 ну посмотрим сейчас дойдем до теста я прошью все вот эти дополнительные я уже не помню как как они выглядят ну с вами посмотрим еще раз моталка здесь тоже своя в отличие от последующих но в этой машине что она потребует до видится мне что ничего кроме как смазки она потребует более ничего этим и займусь единственное что я пока нашел вот здесь винта слаб в нити притягиватели я сейчас затянул легкость хода тут необычайная вот обратите внимание какой выбег как на немецкой если отключить зигзаг без разницы все хорошо подогнана качественная обработка деталей в общем все хорошо так вот единственно что я не могу понять почему огловодитель не по центру чуть-чуть надо выставить по центру но это мелочи так тут требуется регулировка вот затяга упирается вверх верхний ограничитель так чуть-чуть поднял сейчас посмотрим все ясно надо регулировать зигзаг сбито 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 так но в общем то даже одной отверткой можно обойтись вот этот винт вы вру вот этот этот держит блок вот этот винт откручиваем но если вы не понимаете для как и для чего лучше не трогать а то можно сбить вообще зигзаг и будет неприятно так все я его ослабил и теперь сюда давишь на винт на саму головку и игла сейчас я покажу пальцем держишь внизу рычаг вот этот пальцем а сюда давишь на винт отверткой и происходит следующее происходит следующее вот у нас сейчас он куда где игла нам надо и выставить выставить ну вот так скажем я опущу чтобы было видно так вот так наверное зафиксирую но это еще не так вот сейчас нужно вторая отвертка 1 и давлю 1 надо зафиксировать но это все пробное методом пробы и ошибок выбирается так смотрим теперь что получается на пятерке стоит о увеличилась еще чуть-чуть можно надавить чтобы игла ушла влево опять ослабляю и поддавливаю так вот теперь как мы видим от сих и до сих ставим ноль иголочка по центру сталь довольно таки крепкой толстая а так вот еще сюда так вот сейчас вот этот клювик ходит по неизработанной поверхность и зигзаг почти от сих до сих сейчас я покажу ну на пол миллиметра то точно увеличился ну вот лево-право лево-право здесь вот такое кольцо прижимное все тут это самое первое модель а первое как мы знаем все самое лучшее получается это потом начинаются удешевление и прочее вредительская деятельность рационализаторы начинает получать свои 30 серебряников да и вот у этих у всех машин что взять чайку 2 чайку 3 по моему еще подольск 142 которая первая у них всегда стоит винт по умолчанию хотя эти все машины выполнены к примеру с ножным приводом но винт стоит не заглушка как позже ставили винт мало ли кто-то решил мотор поставить и не надо уже искать крепеж это хорошо на поддончик поставлю будет вообще что-то а а а а Продолжение следует... Так, это штатная. Ну, естественно, прямая. Так, а теперь дополнительная посмотрим. 1,5 промежуток. 1,5 вообще никакая. И то, это надо ставить 4 размера зигзага. На пятерке задевает. Ладно, 1,5 считать, что нету дополнительной. 1,2 ставим. Так, а тут... Да нет, вроде до края не доходит. Ладно, пробуем. Пойдя, не сломает иголку. Опа! Вот, тоже нельзя на пятерку ставить. 1,2 тоже что-то... Просто какой-то маленький зигзаг. Тоже не вижу ничего тут такого. Так, 3,2. А размер я поставил на четверку, потому что я две иглы уже сломал. Так, где тут дополнительные строчки? В упор не вижу. Вот что-то такое. Нечто. Какая-то синусоида. Так, 4,3. Что-то такое. Что-то такое. Тоже не впечатляет. Так, ну и 4,5. Это я почти на ноль поставил продвижение. В общем, ерунда это все. В общем, так. Вот это вот. Раз, два, три, четыре, пять штатные. Вот они. С краешку. А тут... Ну... Не знаю. Зачем это в инструкции написали. Проверить же надо. Я проверял. На другой машине. Не помню. Что-то тоже там меня не впечатлили. Ну, тут вот одна более-менее какая-то. Тоже типа фистонов. Ну, здесь вот есть подобное. Ничего тут нового. И достойного внимания я не увидел. Главное, тут есть. Зигзаг здоровенный. Что еще нужно? Вот он зигзаг. Вот она прямая. Повинточки попали. Повинточки попали. Продолжение следует...